Всем доброго времени суток, вы на канале ХД. В сегодняшнем ролике мы отправимся исследовать увлекательные космические тайны игры Dead Space Remake. Рассмотрим секреты, баги и сцены за кадром, так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёчек и мы начинаем. Если в самом начале убрать чёрный экран загрузки и включить свободную камеру, то можно увидеть почти всех персонажей в Т-образных позах. А также в этот момент мы можем спокойно управлять Айзеком. Чуть позже игра расставит всех на свои законные места и начнётся начальная катсцена. В самой же сцене ничего интересного не будет, но вот если вылететь наружу, то можем заметить несколько хитростей, которые применили разработчики в этом моменте. И первое, что бросается в глаза, это то, что перед кораблём находится воронка, имитирующая варп-прыжок. А сам же корабль сильно повреждён и никуда не летит. Чуть позже воронка растворится и корабль начнёт якобы движение, но на самом деле он будет висеть на месте. А пространство начнёт двигаться вокруг него. Ну а теперь посмотрим на саму сцену со стороны, когда наш корабль потеряет управление. Сама же Ишимура со стороны выглядит вот так. Теперь поговорим немного о нашем главном персонаже Айзеке. И первое, что мне захотелось посмотреть, как выглядит его лицо внутри шлема. Но вместо лица я нашёл там вот это. Я сначала не понял, зачем это было сделано, но потом вспомнил, какие красочные сцены смерти приготовили для нас разработчики в этой игре. И всё стало на свои места. Проходя игру, вы наверное замечали, что у нас на костюме расположен дисплей, и там постоянно мелькают какие-то слова и числа. Изначально я думал, что разработчики сюда спрятали какой-то секрет, но всё оказалось куда проще. Пролетев свободной камерой, можно увидеть текст Лорен Ипсом. Это текст-заполнитель, который обычно вставляют для антуража. Сам же текст представляет из себя искажённый отрывок из философского тракта Марка Тулия Цицерона. О пределах добра и зла. Вот так происходит смена костюма внутри машины. Далее, уже действительно перейдём к секрету, который оставили нам разработчики. Пройдя в это место, мы найдём вот такой красный круг, где будут нарисованы следы рук и ног. Секрет заключается в том, что нам находясь в центре круга, нужно будет топать и махать в правильной последовательности. На данный момент найдено всего три кода. И первый самый лёгкий, его комбинация будет нарисована на полу. И если вы сделаете всё верно, то экран забарахлит, и из текстур вылетит записка. Следующий код выдаст нам два полезных ресурса. И последний код окажется самым интересным. После его активации, нам выпадет аудиозапись, в которой будет секретная песня про Ишимуру. Продолжение следует... 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 И вот так это будет выглядеть со стороны. Сам же корабль внешне прорисован неплохо, хотя игрок вряд ли его успеет детально рассмотреть. После падения эсминца, в коридоре вы увидите убегающего солдата, и у него, по какой-то причине, отвалится нога прямо на ходу. Если вдруг кому было интересно посмотреть на эгиду 7 со стороны, то наслаждайтесь. К сожалению, в обеих концовках, ничего секретного мне найти не удалось. Николь просто появится из воздуха рядом с Айзеком. Но кое-что я еще покажу. Если вы умудритесь пройти игру на последнем уровне сложности, то при новой игре плюс, в магазине вы получите очень необычное оружие. А именно, вот такую перчатку. И звук ее стрельбы будет издавать сам Айзек. Если вы думаете, что это слабое оружие, то вы сильно ошибаетесь. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся.